Дамы и господа, раз вы смотрите мой канал, значит вам тоже не по душе дешевая пропаганда от федеральных СМИ о достижениях партии реальных дел Путина и его жадного окружения. Авторы канала «Московские новости» устали слушать, как Москва-24 и другие помоечные псевдо-журналисты унижают их родной город и рассказывают, как похорошела столица при Собянине. В «Московских новостях» найдете актуальные, а самое главное объективные новости. Острая подача, уместный юмор. Канал будет интересен не только москвичам. Но в Москве опять что-то горит, взрывается и разрушаются дома, прям как 20 лет назад. Подписывайтесь на «Московские новости», ссылка внизу. Это уже на сегодняшний самый свежий материал. Ты не поверишь, но это министр труда. Согласитесь, на фоне своего предшественника Топилина этот мужчина выглядит несколько более колоритным. Ну и представлю вам, наверное, чиновника Антон Котяков. 39 лет, чиновник по жизни, всю дорогу на госслужбе. По итогам 2018 года господин Котяков задекларировал доход в размере 14 миллионов 880 тысяч рублей. Так вот, а еще на минувшей неделе этот господин буквально негодовал. Как такое могло случиться, что больше половины работающих россиян не имеют накоплений на черный день? В смысле, Антон Олегович на полном серьезе удивился. Единовременная выплата от Путина в размере 10 тысяч на ребенка так востребовано населением. Всего за неделю через сайт госуслуг было подано более 8 миллионов заявок. От неожиданного наплыва пользователей сайт обрушился. Ничего себе, посетовал Котяков. Да неужели ж народ у нас настолько беден? Слушайте, они реально там как с другой планеты. А не ты ли, месье-министр, утверждаешь размер минимальной оплаты труда, который сегодня составляет 12 тысяч рублей в месяц или 144 тысячи в год? У тебя вон доход почти 15 миллионов и 144 тысячи. Проведи сравнительную характеристику. Сам не можешь школьника любого попроси это сделать. Еще одно открытие сейчас для министра организую. Размер МРОТ на минуточку у нас равняется размеру прожиточного минимума. Как думаешь, почему прожиточный минимум называется минимумом? Потому что возможность накоплений какая-то предусмотрена. И вот они утверждают там у себя в кабинетах такие цифры, а потом удивляются. Да ладно, как такое возможно? Поднимите зад, Антон Олегович, и сходите на производство. Поговорите с рабочими в школе, с учителями, пообщайтесь. В поликлинику заверните, с врачами парой слов перекиньтесь. Неотчеты читайте своих бездельников, подчиненных. Попытайтесь в люди выйти. Вот такой у меня будет для вас совет или жим-жим. Начинаем! Еще немного по поводу минимального размера оплаты труда. Мои коллеги с канала RTVI, это российское телевидение за рубежом, бывшие НТВ Интернешнл, опубликовали сравнительные данные по этому показателю в мире. Вот она, таблица, я для себя назвал ее. Попробуй найти здесь Россию. Цифры сами видите. Нидерланды. 1636 евро Нидерланды. Вы те Нидерланды на карте видели? Великобритании, Германии и Франции чуть поменьше, но близко к голландским цифрам. Причем Францию и Германию мы когда-то победили. В отечественных войнах, ага, США, 1119 евро, даже нищая Греция, Польша, Литва и Румыния, лучше нас живут, да че там Албания. Многие уверен, понятия не имеют, где-то Албания находится, а вот и мы. 175 евро у нас минимальная зарплата. Хотя вот тут артебиайщики России даже лишнее приписали, потому что если посчитать по нынешнему курсу, 150 получается. Ну и как тебе такое, Илон Маск? Здорово мы за 20 лет с колен поднялись. Все эти годы государство получало сверхдоходы от продажи углеводородов, не только углеводородов, к слову, от лесной отрасли. От металлургической промышленности это не я придумал. Термин сверхдоходы в наш обиход ввели именно власти. Итак, Владимир Путин действительно согласился с предложением проработать идею об изъятии сверхдоходов у металлургических и химических компаний. Это подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщение о письме, которое главе государства направил его помощник Андрей Белоусов. Песков отметил, что окончательного решения по этому вопросу еще не принято. Письмо действительно такое было. Оно было с грифом для служебного пользования. Действительно была высказана экспертная точка зрения. И действительно на нем стоит резолюция президента согласия. И вот он, кризис к нам подкрался. Самое время поговорить о тех самых сверхдоходах. Узнать, куда их в конечном итоге распределили. А господин Котяков, как, впрочем, и остальные его коллеги из правительства, делает круглые глаза. Премьер Мишустин срочно заболел и слился куда-то. Самый главный занимается чем угодно, только не своими прямыми обязанностями. То о каких-то ракетах нам рассказывает. То о печенегах и половцах. Сейчас вот медальки и ордена опять раздает на руть Марии Захаровой. Например, орден почета повесил в четверг. Вернее, вру. Не повесил, он же самоизолирован. Дистанционно наградил даму. Директор департамента информации и печати МИД Мария Захарова и пост предроссии Прион Василий Небензи. А меж тем экономисты бьют на бат. Все, говорят, как раньше уже не будет. Привычная модель сырьевой экономики схлопнулась. Надеяться на дорогую нефть не стоит. Закончилась эпоха. Пора на какую-то другую экономическую модель переходить. Чубайс, как к нему не относись, но даже он высказался. Лошадь сдохла. Дальше либо пешком, либо срочно изобретаем новый вид транспорта. А Васька слушает доест. В смысле, те, кто должны прямо сейчас чесаться, потому что завтра может быть поздно. Они не чешутся. Вон, повторюсь, Путин медальки раздает. Мишустин хворает. И все вместе готовятся к параду победы 24 июня. С салютиками, надеюсь. Нам сейчас это очень нужно, потому что... А это реальная журналистика. Деды воевали, а мы все профукали. Короче, тема сегодняшнего выпуска. Поехали. А вот, кстати, конкретный пример подвезли. Турция отказалась от российского газа. Стоивший 7 миллиардов евро трубопровод «Турецкий поток» казался никому не нужен. До этого, напомню, «Северный поток-2» сделал нам ручкой. Еще раньше китайцы вежливо нас послали, а ведь недавно. Пропагандисты восхищались дальновидностью наших чинушек лично Верховного. «Красавчега», говорили, «такие проекты забубенил стратег». Так что же у нас в правительстве за экономисты сидят, которые не смогли просчитать нынешнего кризиса? Ну хорошо, проспали и... В Африке хотя бы бананы растут. А мы на чем зарабатывать собираемся в дальнейшем? На продаже снега? Что у нас есть? Научные разработки какие? Может быть, международная финансовая система от наших банков зависит? Да у нас и банков-то нет названия одно. Были когда-то мелкие мошенники-ростовщики. Однажды эти мошенники провозгласили себя банкирами. Больше ничего не поменялось. Инвесторов привлекать. А во что инвестировать? В полуразвалившиеся советские фабрики, которые производят никому не нужная устаревшая Г. Вон какой-нибудь Касулинский абразивный завод. Возьмите. Выпускает абразивы. Образца 70 какого-то лохматого года. Нафиг никому не нужны. На грани банкротства сейчас. Или Нижне-Тагильский котельно-радиаторный. Чугунные радиаторы клепает даже моя соседка-старуха. Сменила такой, поставив современную конвекторную батарею, она экономичнее Про сельское хозяйство даже говорить не хочется Его еще лет 15 назад угробили, причем с концами Так вот я задаю простой вопрос На какую приманку инвесторов завлекать? Я только два варианта вижу Разбазаривать территории, продавать, сдавать в аренду и так далее Или легализовать работорговлю Вторая направленность промышленности усиливает зависимость страны от внешних рынков От колебаний мировых цен Экономика все еще не диверсифицирована К сожалению, мало изменилась и структура российской экономики Но она исключилась задача нашей экономической политики Это диверсификация нашей экономики Мы об этом говорим долго, давно Именно все 20 лет мы с нефтяной иглы слезали Хочется поинтересоваться, от чего не слезли? 20 лет об этом болтали СССР через 20 лет после окончания страшнейшей войны в истории человечества Не только полностью восстановился Но же космос покорял, причем конкретно покорял 18 марта 65 года космонавт Леонов парил в открытом безвоздушном пространстве И весь мир восхищался Всего за 20 лет коммунисты сделали нашу страну сверхдержавой И за 20 лет нынешний режим превратил эту же страну в убогое, нищее нечто Где люди всего боятся, копаются в помойках, слащие редьки, ничего не пробовали Планы могут построить максимум на завтрашний день, а еще превращаются в животных Это была реальная журналистика, дальше сами все знаете Ссылка на ютуб страничку сверху, в соцсетях тоже жду В друзья добавляйте с темы, предлагайте под ними, мы обсудим А я за всем спешу откланяться, пока Пока!